А вот это, когда подъезжаем к Крымскому мосту, если я не ошибаюсь, это тот самый последний лукойл, про который некоторые блогеры говорят, что заправляться нужно тут, вот, это последний хороший бензин. Но, скажу честно, скажу честно, в Крыму вот заправки ТЭС, я не знаю, бензин как бензин, как в лукойле, так и здесь. Ой, как в лукойле, так и на территории Крыма. Правда, у нас Лада Гранта, может быть на каком-нибудь супер японском автомобиле есть какая-то разница, но на Гранте, ну, вот мы подкатываемся к Крымскому мосту, здесь из двух рядов правый нас всех просит собираться, вот, там транспортный контроль, я про него ничего не знаю, нас вот сколько ездили. Внимание, выборочный контроль и досмотр транспортных средств. Да, ну, выборочный. Вот, если, может быть, телефон не будет ли являться как тряпка для БК? Ну, я их не буду снимать. Ну, да. Ну, сейчас, наверное, а что сейчас? Ну, у нас никогда не тормозились, нам всегда все было в порядке. Ну, в порядке с нами, и так, и будет в порядке, и сейчас в порядке. Вот, машины грузовые проверяют, ну, не знаю, проверяют, так проверяют, так что. Вот, и вот практически, мы еще не въехали, по-моему, на Крымский мост, мы просто подъезжаем к нему, там впереди видно море, мы спускаемся. Кстати, вот, навстречу технику, наверное, не надо снимать, но вот именно военная техника сбоку в КВ идет. Уралы огромные, там что-то еще, прям колонны целые. Откуда-то возвращается, скажем так. Вот, идиотексация. Так технику снимаешь? Ну, я, ну, это общий обзор, я не могу отдельно вырезать эту технику. Вот он, Крымский мост, там табличка сверху висит, ограничение скорости 90, а значит 110, ну, вы понимаете. Когда мы едем, по-моему, 14 километров, если боюсь ошибиться, вот Крымский мост занимает. Вот, огромное такое сооружение, с левой стороны еще, ну, встречка идет, и куда-то дальше, там, по-моему, поезда ходит. Вот, а мы вот по автоном, по дороге. Ну, что, это финишная прямая, как тебе, жди нас. Да. Осталось каких-то сколько, час пятьдесят минут? В двадцатом году мы, когда возвращались домой, мы выехали то ли в одиннадцать вечера, то ли в час ночи. И проезжали здесь по дороге домой, ночь была. Естественно, фонари работают, все такое. И Крымский мост был подсвечен в триколор, да. Тоже очень красиво, впечатляюще. Сейчас мы просто из России, вот, справа будет уже видно, ну, это, ну, да. И с материка попадаем в Крым, по Крымскому мосту. И кто-то там где-то, когда-то нам говорит, типа, когда мы едем, говорит, что-то, что-то, его, типа, кто-то пытается, захочет взорвать. Вы хотя бы лампочку одну в плафон вкрутите на Крымском мосту. Представьте себе, сколько, как вообще это построено, построили. Мы едем, вот, просто какое-то чудо инженерной мысли. И, просто, охватывает гордость за то, что, вот, у нас это сделали. Пусть мы там процессоры не выпускаем, айфоны, но, блин, вот здесь надо побывать, чтобы это понять. Мы сейчас еще чуть-чуть и подъедем к арке Крымского моста. Лично для меня она, ну, арка и арка. Я не особо понимаю. Я понимаю, что она делана для того, чтобы проходили корабли. Но это какой-то символ. По-моему, арка и была подсвечена. То есть не весь Крымский мост, а именно арка. Да, да, да. Когда на Москву едешь, ну, в принципе, дорога и море-то не особо видно. Но, тем не менее, это вот такая, такое огромное, гигантское сооружение. Причем, мне видно. Ну да, вот, оператору видно. И плюс еще, не доезжая моста, ну, со стороны материка, скажем так, огромное количество вот этих, ну, подъездных дорог, инфраструктуры, освещения. Там много еще делают. И когда подъезжаешь, просто вау, захватывает, так сказать, воображение. Ну, и даже не воображение, это прямо вот видно. А вам как раз арочки вижу. Арочку мы издалека уже видим. Так, ладно, скучать не будем в правом ряду, потому что 80 это вот... Так, давай, круиз поставлю. Представляете, Лада Гранта и круиз. Когда такое было? Всегда. С 20-го года. Вот еще машинки военные пошли. Вот это, только они на материк, ну, возвращаются, скажем так. Вот это что такое? Я не знаю, какая-то лужа по середине моря. Ну, этому есть название. Там чайка. Это озеро соленое, между прочим. Ну, все соленое. С середине моря озеро соленое. Это так называется? Да. Вот, у тебя навигатори. А, ага. Вот, не знаю, здесь видишь. А, здесь видишь, озеро соленое. Или мы уже проехали? Ты думаешь, она расплежная? Какая? Раздвижная? Что она исчезает? Да, так это она и есть. Она вдалеке, вот, да, белая. А она же. И через каждый столб висит динамик. Громкоговоритель, какой-то еще. Камера на каждом, да, через столб. И громкоговоритель. Еще они там хотят громкоговорить, я вообще не оттупляю. То есть на кой вот это все? Открыть. Русские снижения. Русские снижения. Открыть. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует...